просто здесь детализация бог деть какая крутая здесь даже подушечки есть чтобы вы понимали универсалы купе седаны люкс машины спорткары пикапы электрокары кроссоверы внедорожники добро пожаловать на обзор car delivery service 2022 как вы уже поняли это симулятор от создателя игры перегонщик автомобилей 90-х хочу сказать заранее что car delivery service 2022 находится в очень раннем доступе поэтому будут погрешности и много не будет доступно ну а сейчас приступим к обзору и да ссылка на игру в описании что ж вот такая нас встречает красивая менюшка из пяти машин что ж по традиции заходим в настройки тут мы можем как и в предыдущей игре от этого разработчика только выключить музыку и звук а также перейти в различные соцсети разработчиков что ж но с гаражом здесь стало поинтереснее заходим в транспорт и видим здесь есть cars то есть машины вен фургоны кемперсы кемперы автобусы и грузовики но как я уже говорил игра находится в раннем доступе поэтому нам доступны только cars то бишь машины и их здесь просто куча здесь универсалы купе седаны люкс машины спорткары пикапы электрокары кроссоверы внедорожники изначально нам дается бэхом вот сразу хочу сказать неудобно здесь видите машина без конца просто вращается так чем же это плохо тем то что это нельзя контролировать мне сейчас нужно посмотреть например на правый бок машины мне нужно ждать пока она повернется тем боком допустим я где-то завтыкал или меня отвлекли туда отвернулся машина уже повернулась и мне нужно снова ждать чтобы посмотреть на этот бок ну блин ну это такое себе на миссия разработчика я бы добавил ручной просмотр машины месте и и Субтитры сделал DimaTorzok Что ж, пробежались по машинам, нажимаем play, пошла загрузка И появляемся мы в каком-то коттеджном поселке Смею предположить, это где-то в Америке Вот, я вас порадую, здесь есть дом Помимо дома, здесь есть еще очень такой красивый участок С бассейном, газонокосилка Даже вот шезлонг от соседа выставляется немного у нас Вот, ну такая небольшая погрешность с маппингом, так скажем Ну и тут под навесом стоит наша машина, а точнее BMW Что ж, садимся, что может наша BMW? Ну во-первых, она может раздавать боком У нас здесь есть ручник, если мы его зажмем Ну логично, нас, соответственно, занесет, так скажем Вот, и мы можем спокойно наваливать под фонг И так далее Помимо этого, у нас есть еще закись азота То есть здесь анимации нет, но звук есть И машина прям-то конкретно начинает наваливать Помимо этого, мы можем поменять камеру Еще бы мы ее не могли поменять На камеру от первого лица И должен сказать, здесь есть такой значительный минус Ну блин, посмотрите, ребята, на салон Еще раз скажу, что я понимаю Игра сделана в полигональном стиле Но настолько сильно ухудшает салон, я не знаю Качество машины снаружи Значительно лучше качества салона Ну блин, согласитесь, это же как-никак симулятор Есть другие камеры, даже кинематографичная камера Причем два вида Вот, как-то так И никак иначе Что ж, уже получаются Таких два минуса Мы заметили Ну и третий минус Хочу показать вам Что здания не соединены с дорогой Ну, еще раз скажу Это, ребят, как-никак симулятор Это не шутер, не аркада Здесь все-таки Реализм-то должен присутствовать Ну, например, вот заправка, пожалуйста Кстати, да, у нас может закончиться бензин В верхнем левом углу, посмотрите У нас есть шкала бензина Так, попробуем заехать в триггер А, ну он просто у нас заполнится бесплатно Все супер Ну, вот посмотрите Заправка просто на траве стоит И здание точно так же Согласитесь, это Ну, как-то не очень Как-никак Это симулятор, еще раз повторюсь Объекты здесь просто обалденные Есть заброшенные дома С картой разработчик просто обалдеть Как круто постарался Есть очень много мест, куда можно зайти То есть здесь все-таки РПш, ну, госпиталь, там полиция Чуть подальше пойдет эта пожарная часть Тут у нас на фоне атомная электростанция Обалдеть, прикольно все выглядит И да, ребят, еще хотел показать Поставимся на стоп При открытии карты мы видим, что она очень большая И детализованная Слева мы можем поменять тип игры То есть дрифт, например Все, выбираем дрифт режим А также выключить различные Системы безопасности Вот АБС и так далее Вот и можем вот так вот прям боком наваливать После этого режима машина нереально валит Что ж, вы спросите А как же здесь бабки-то зарабатывать? Здесь есть на дороге вот такие монетки Мы их собираем И они нам приносят всего лишь 20 монет Ну, очень мало, должен сказать Прям вообще незначительная сумма И кроме этого, в коттеджном поселке Здесь есть такой триггер При заезде в который нам предложат пройти миссию После которой нам дадут 200 монеток Вот Ну, в принципе, нормально Но в то же время фармить придется очень долго Я тут посчитал Чтобы на фарминге где-то 16 тысяч монет Это нужно 82 ходки сделать Ну, блин, это обалдеть просто Режим пускай будет симулятор Так как все-таки мы сейчас Больше обозреваем И да, некоторые знаки здесь прямо на дороге стоят Еще один минус Ну, то есть Маппинг здесь, в принципе, нормальный Но некоторые объекты вы видели сквозь других Например, как шезлонг от соседа Прямо через жилую изграть к нам прошел И вот некоторые знаки стоят на дороге Я все понимаю, ребят Это бета-версия Может быть, это видео посмотрят разработчики И я ему в чем-то и помогу Вот в чем стоит улучшить игру Вот, ребят, это парковка Про которую я говорил К ней еще потравили Вот так нужно ехать Мы можем спокойно заехать сюда И покататься Давайте выйдем, посмотрим О, обалдеть, круто мы встали Конечно, здесь прямо со следами Блин, топ И вот эта винтовая лестница По которой мы можем подняться на самый верх Детализация обалдеть просто какая Наверное, очень долго создавалась Карта в этой игре Ну, тут прям респект Автопарки И карты здесь прям 10 из 10 Сейчас покажу вам Еще один интересный объект Он находится вот буквально тут же Это какой-то ангар В который мы тоже можем заехать И вот так же Благополучно выходим И можем походить Здесь у нас даже Бочки какие-то стоят Объекты Здесь какие-то Раскуроченные бочки Тут что-то рвануло у них Значительно так И можно подняться на второй этаж Без каких-либо препятствий Вы помните В карпаркинге Очень часто цепляешься За какие-то непонятные Невидимые объекты Видимо, какое-то скопление воздуха И мы просто не можем подняться Из-за таких вот Непонятных вещей Здесь же все нормально Можно спокойно подняться И спуститься Как вы могли заметить В игре нет трафика Да Вот это, так скажем Один из основных минусов игры Это нет трафика Ну блин Скучно Скажите, вот скучно Вот просто едешь И все Получается Нет никакого трафика Немного как-то скучновато И печальненько Просто посмотрите Здесь есть целый аэропорт По которому мы можем поездить Сейчас вот так вот Нелегальненько здесь все срежем И заедем на взлетно-посадочную полосу То есть здесь есть самолеты Просто посмотрите Все как полагается Даже один самолет пытается взлететь Но он малость в воздухе застрял Даже есть такие заправочные грузовики То есть я говорю Для РПшки Эта карта обалдеть Как круто сделана Здесь действительно За это респект Уже не раз говорю Мне тут прям по карте Все нравится Ну что ж Я думаю Пришло время Рассказать вам Об минусах В этой игре Которую я уже В принципе назвал Ну а сейчас Так скажем Уже вся суть Что ж Первый минус Это трафик Он просто необходим Я думаю Здесь прям даже Без комментариев Второе Соединить Некоторые здания С дорогой Ну вы видели К этой же парковке Нужно ехать По голой траве Ну как-никак Это симулятор Третье Добавить ручной Поворот На 360 градусов В гараже Но неудобно Осматривать каждую машину И ждать Пока она повернется Нужной стороной Ну и четверто Хоть немного улучшить Качество салона Я понимаю Что все специально Малополигонально Но До такой степени Ухудшать салон Даже тут неуместно Вот То что я хотел сказать Ну да Еще там маппинг был Но я думаю Это опять же вопрос времени Это в будущем пофиксится Я думаю Разработчики так понимают Что знак на дороге Это не очень Еще раз напомню Что это бета версия Это бета версия Поэтому Возможно Мы даже и половину Не видим Того что будет Уже В так скажем Версии 1.0 Уже Версии не бета Игра в раннем доступе Сейчас Ничего себе Здесь даже есть Анимированный объект Вот здесь Чертово колесо Как его называют Даже оно крутится Обалдеть Ну Смотрите Разработчик развивается В этом плане То есть В предыдущей игре Не было никаких Анимаций Но правда Был трафик Вот А здесь анимации Уже есть Ваши отзывы Я жду В комментариях Что вы думаете По этой игре И при этом Ребят Давайте будем Помнить Что игра В бета версии И всего Скорее Разработчик Делает игру 1 Поэтому Тут особо Наваливаться С какими Либо идеями Там Добавь летающий Боин Который Там будут Привозить пассажиров Ну блин Это какое-то Безумие Вот я сказал Сейчас Такое то Что я думаю Необходимо Для симулятора И такие вот Незначительные Минусы Я тоже Назвал Ребят Те кто дострел До этого момента Для вас Такой небольшой Бонус На знак Благодарности Что досмотрели Этот видос до конца В общем Хочу я Очень много Изменений Вносить в канал И они реально Будут просто Безумными Но в то же время Тематика канала Обязательно Непременно Сохранится Вот Это так же будут Игры Симуляторы И стримы Но в чем подвох Вы узнаете Чуть позже Следите за постами В сообществе И вступайте В мою беседу Вконтакте Там я об этом Тоже Обо всем Рассказываю Вот Там вы будете Узнавать все Первыми Что ж Так же у меня Появился канал В телеге Что ж Всем большое спасибо За просмотр Встретимся В следующем видео Или на стриме